приветствую всем друзья здесь коротенько такое видео пока я буду говорить вам будут выходить сносочки картиночки такие где вы будете ознакомиться с информацией но я параллельно буду доводить все это на словах значит так после того как я приобрел мотоблок закралось сомнение сомнения взялась потому что я послушал петьку ваську ваньку и так далее которые рассказывали что этот мотоблок 10 лошадиных сил ну вот я их послушал ну и давай я потом доказывать менеджеру что у меня 10 лошадиных сил а менеджер мне говорит нет говорит мы заказываем 12 ну как быть кого слушать менеджера или петьку ваську ваньку ну получается так что система так устроена вот сарафан на радио один показал я вот сижу по приходит ссылочка на как посмотри там человек разумно доказывает что это 10 лошадок я перехожу по ссылке до сидит опять же ваньке петька там васька не знаю кто и рассказывает что таки так вот таки 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 ну понятное дело до 90 это 10 и 5 лошадиных силы а 95 12 лошадиных силы а что такое 92 но об этом почему-то никто не пишет все умалчивает все почему-то склоняются что у меня на блоке есть цифра 90 значит у меня 10 лошадиных сил но не забывайте у меня есть на блоке цифра и 92 а если у меня диаметр поршневой группы 92 то 10 с половиной лошадиных сил у меня уже насколько вы понимаете никак не может быть даже если мы на эти два миллиметра добавим одну лошадку то уже получим 11 с половиной доходит ну и хорошо идем дальше взял я зип померил я зип 96 прокладка внутренний диаметр 95 размер колец я вжимаю кольца оставляю тепловой зазор получается 92 миллиметра таким образом я захожу на сайты на сайты российские украинские белорусские где можно заказать запчасти смотрю 192 двигатель везде указан дизель 12 лошадиных сил смотрю по комплектующим да действительно прокладка 96 но есть еще какая-то иная прокладка там что чем-то и кольца 92 то есть зип однозначно с моего мотоблока здесь по-другому быть не может 96 92 делаем выводы получается что у меня поршневая группа 92 миллиметра так очень хорошо идем дальше уже не 90 значит если не 90 у меня не может быть 10 лошадиных сил очень хорошо смотрим дальше даже если мы на эти два миллиметра накинем одну лошадиную силу то получим не 10 с половиной я уже говорил об этом 11 где взять еще пол лошадиных сил давайте вернемся немножко в автомобильные дизеля да мы имеем дизель я буду говорить на основании своего буса у меня стоит в бусе 80 лошадиных сил одна и та же поршневая один и тоже двигатель но если я в свой бус установлю турбину мало значительными изменениями я подниму мощность этого же двигателя с этой же самой поршневой до 100 по-моему 110 лошадиных сил получается турбированный и это при всем при том что поршневого я трогать не буду доходит прекрасно идем дальше на сейчас я уже получил скажем так приблизительно 11 с половиной лошадиных сил благодаря этим 2 миллиметра значит почему у нас так многие сейчас скажут что 12 лошадиных сил это 195 то есть поршневая должна быть 95 миллиметров сейчас мы к этому придем теперь нужно получить 12 полноценных 12 лошадиных сил что сделали инженеры значит инженеры подняли давление впрыска до 230 атмосфер то есть в старом двигателе если взять 195 двигатель обычный то у него получается давление впрыска форсунки там 110-120 атмосфер в этом двигателе это новый двигатель 192 давление впрыска форсунки равняется 200 по 230 атмосфер плюс еще в поршне находится фор камера таким образом они подняли до полноценных 12 лошадиных сил вот этими двумя путями теперь то есть до уравняли мощность подняли мощность 192 двигателя до 195 теперь мы возвращаемся почему тогда 195 12 лошадиных сил и 192 тоже 12 все очень просто стоит обычный поршень и обычная форсунка в 195 стоит обычный поршень и обычная форсунка значит что у нас получается по обычной форсунке давление 110 атмосфер обычный поршень стабильные 12 лошадиных сил так как спрашивается вот человек у меня 195 я стопроцентно убежден что мне 12 лошадиных сил выкрутите форсунку посмотрите короткая или длинная длинная значит высокое давление 200-230 атмосфер и если в поршне находится фор камера то у вас однозначно 15 лошадиных сил есть такой пользователь когда 1973 у него заканчивается он мне писал комментарий сейчас я не вспомню он сам говорил что он уже разбирал него фор камера в поршне но ему осталось только выкрутить форсунку убедиться что это форсунка высокого давления то есть 200-230 атмосфер да и все здесь станет понятно то есть другими своими у него будет двигатель 15 лошадиных сил ну а я надеюсь что донес до всех доходчиво так что всем удачи и до следующего видео всем пока